Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Я продолжаю цикл лекций, видео лекций по направлению подготовки 150302 Технологические машины и оборудование, профиль машины и аппарата пищевых производств. И сегодня я расскажу вам о некоторых учебных пособиях и книгах, которые вам могут пригодиться во время обучения. Это далеко не исчерпывающий перечень литературы, однако с этого списка вы можете начать изучать вашу специальность и погружаться в тот мир, мир инженерии, мир машин и аппаратов пищевых производств. Возможно, прочитав 5, 6, 10 книг, вы захотите еще сильнее углубиться в этот мир, а возможно, захотите поменять свою профессию, или же доучиться до конца и получить диплом, но никогда не работать по специальности. Решить этот вопрос вы сможете только лишь осознанным подходом к этому вопросу. Осознанный подход, что я называю, это вначале полностью погрузиться в предлагаемое вам направление подготовки, а потом уже решать, стоит ли продолжать дальше идти по этому пути. Давайте начнем с самой базовой, основной книги первого курса направления подготовки технологической машины и оборудования профиля про машины и аппараты пищевых производств. Это книга «Введение в специальность». Если вы учитесь в Воронежском государственном университете инженерных технологий, то у вас эта книга будет в библиотеке. Если вы учитесь в других курсах, то, скорее всего, у вас будет похожая книга, выпущенная вашими преподавателями. Эта книга, которую я вам показал, она выпущена преподавателями. Воронежского государственного университета инженерных технологий и включает в себя машиноаппаратурные схемы, например, машиноаппаратурные схемы линий производства пищевой продукции, например, вот такую машиноаппаратурную схему линии производства подового хлеба из пшеничной муки. А также самое основное оборудование, схемы основного оборудования, которые входят в эту линию. Также есть машиноаппаратурная схема производства сахарного песка из сахарной свеклы. Она выглядит вот так. Довольно-таки объемная схема. И дальше на страницах этого учебного пособия излагается подробно, как она работает и какое оборудование включает. Кроме этого, эта книга будет полезна тем, что здесь описана структура пищевой промышленности. Если вы, допустим, плохо воспринимаете информацию на слух, то вы можете взять эту книгу в библиотеке и ее изучить, сделать конспект лекции. Кроме этого, дается основное понятие о структуре самого предприятия пищевого. Это могут быть заводы, фабрики, допустим, хлебопекарные заводы, кондитерские фабрики, макаронные фабрики. То есть дается понимание того, из каких частей состоит завод. Вспомогательное производство, основное производство, допустим, водоподготовка или подготовка сырья к производству, основное производство, экспедиции и так далее. Более подробно в этой книге вы это все найдете. Далее. И также отдельная глава посвящена тому, как учиться в ВУЗе. Но важно понимать, что я уже осветил эту информацию в предыдущих своих лекциях. Вы можете пройти по ссылкам в описании, вы можете пройти и посмотреть эти видео. Также я оставлю эти ссылки в каком углу? В правом верхнем углу вы сможете пройти по этим ссылкам и посмотреть эти видео о том, как учиться в ВУЗе. Кратко, доходчиво с презентацией я это вам рассказал. С этой книгой мы сейчас пока ее отложим в сторону, к ней мы вернемся в одной из следующих лекций, когда я буду рассказывать, как работать с научно-техническими текстами. Далее вы можете пойти по такому пути. У нас есть в нашей подготовке два направления. Первое – это вы готовитесь в области обслуживания пищевого оборудования. То есть вам следует знать, как оно устроено, как оно работает. От чего зависит качество продукции пищевой, которая вырабатывается на этом оборудовании. Это первое магистральное направление подготовки. Второе магистральное направление подготовки – это машиностроительное производство. Давайте мы сейчас от пищевой промышленности немножко отойдем, и я расскажу немножко про машиностроительное производство. Для этого есть книга, которая называется «Автор и А. Хозяев. Проектирование технологического оборудования пищевых производств». Она выглядит вот таким образом, эта книга. Она может быть в вашей библиотеке. Поскольку сейчас книги достаточно дорогостоящие, то вузы покупают доступ к электронным версиям книг. То есть они оплачивают лицензию и получают доступ к электронной версии, допустим, на сайте издательства. Эту книгу выпустил издательство «Лань». И если ваш вуз заключил договор с этим издательством, то вы можете зайти с IP-адресов университета, то есть это или из библиотеки, с кафедры, с Wi-Fi университета, если он есть у вас в университете, и вам дадут доступ к этой литературе. К сожалению, дома, если у вас дома не IP-адрес университета, вы не сможете посмотреть эту книгу, потому что рецензия выдана на университет, а не конкретно на конкретного студента. В этом учебном пособии излагаются основные подходы к проектированию технического оборудования. Давайте я вам сейчас пролистаю, покажу некоторые страницы. Общие вопросы и принципы проектирования. Исследование проектной ситуации. То есть, когда вам приходит задание на проектирование, вам называть это техническое задание на проектирование, то вы вначале исследуете, а что есть? Что есть уже в мире, в России по этой теме? Создаете такой отчет. Потом на основании этого отчета вы вычленяете, а как можно улучшить эту конструкцию, чтобы у вас была какая-то новизна. Потому что если вы полностью скопируете конструкцию из другой машины, то это будет считаться плагиатом. А зачастую конструкции, в западном мире это так, конструкции защищены патентами. Если бы ваша конструкция попала под один из патентов, то вы, соответственно, получаете, вы можете, право обладателя этого патента может подать на вас в суд. И он его выиграет, потому что у него есть права на это изобретение. Поэтому очень важно перед началом проектирования проводить патентный поиск и поиск аналогичной конструкции. Об этом подробно рассказано как раз вот в этой книге. Я сейчас еще пролистаю. Далее, после того, как вы... Дальше, вот, например, как можно развернуть схему проектирования гаек и болтов. Учиться лучше всего на простых задачах, а потом, соответственно, все более и более усложняю, при переходе к сложным деталям, узлам и потом конкретно уже к сборочным единицам. Далее. Далее у нас рассказывается про проектирование схем в этой книге. Какие бывают схемы? Функциональные схемы. Кинематические схемы. Циклограммы. Более подробно про циклограммы очень хорошо написано в учебном пособии машинной аппаратой пищевых производств, вышедшей в двух книгах в 2001 году, выпущенное под редакцией профессора Антипова из Воронежского государственного университета пищевых производств. Можете обратиться к этому учебному пособию, если вам интересны циклограммы. У меня, к сожалению, нет этого сейчас с собой учебного пособия, оно довольно-таки объемное, и там в одной книге где-то около 1000 страниц, то есть две книги, это 2000 страниц. Но я возвращаюсь обратно к этой книге. Дальше, после построения, допустим, принципиальной схемы, мы переходим к чертежу общего вида и так далее. И дальше переходит, значит, эта книга полностью излагает о том, как спроектировать оборудование, как провести нормализацию размеров и деталей узлов. И после этого переходит к понятию надежности и ремонтопригодности и сервисному обслуживанию спроектированного оборудования. Полезная книга как раз для нашей специальности, для нашего направления подготовки. Другая книга совмещает в себе сразу две темы, это технологическое оборудование, оснастка и основы проектирования упаковочных производств. То есть, это больше относится к проектированию именно упаковочного оборудования. Упаковочное оборудование все чаще и чаще применяется в пищевой промышленности. Сейчас без него практически уже не обходится. Это различные разливочные, фасовочные машины, упаковочные машины штучных грузов, весовой продукции. Книга под редакцией Веселов и Веселова. Выглядит она вот так. Тоже она может быть в вашей библиотеке. Издательство Инфра-М начинается с классификации дозаторов. Формула для расчета дозаторов и их основных узлов и элементов. И дальше мы переходим и дальше книга переходит к рассмотрению устройства упаковочных машин и обоснования почему именно так устроены машины и почему именно так они спроектированы и даются рекомендации по их проектированию и конструированию. Упаковочные машины для упаковки в мягкие материалы, в мягкие упаковки. То есть, например, это поле бумага или полиэтиленовая полипропиленовая пленка двухосно-ориентированная одноосно-ориентированная в зависимости от типа продукции, которую вы упаковываете. Горизонтальные упаковочные машины и дальше в этой книге переходят плавно на фасовочные машины для фасовки жидкостей и вязких продуктов. Жидкости это у нас шипучие и не шипучие напитки, алкогольные и безалкогольные напитки, соки, а также различные вязкие продукты, такие как майонезы, кетчупы, соусы и так далее. Это вот машина для фасовки шипучих продуктов. Это одновременно фасовочный и укупорочный агрегат, на котором одновременно проводится фасовка и укупорка бутылок. Также большое внимание уделено рассмотрению узлов упаковочных машин, например, делительная головка. Показано ее устройство и описан принцип действия. Далее и одна из глав посвящена расчету упаковочных материалов. То есть книга достаточно полезная именно с точки зрения проектирования упаковочного производства, подбора оборудования и его эксплуатации. Далее. Кроме этих... Сейчас я перейду к книгам уже конкретно по отраслям пищевой промышленности. Начну с производства с переработки мяса. Есть фундаментальный труд немецкого инженера Генриха Кайма. Она называется... С одной стороны эта книга называется «Технология переработки мяса. Немецкая практика». Но здесь большое внимание уделено именно оборудованию. То есть вот с чем вы еще столкнетесь при работе с литературой. То, что книга может называться технология, но если она выпущена за рубежом, то в этой книге будет большое внимание уделено именно оборудованию. То есть вначале описывается технология производства или технология какого-то процесса, например, разделки туши. А потом показано, какое оборудование может применяться для разделки этой туши. Какие волчки, какие-то волчки, ножи, пилы и так далее. И даже есть на титульном листе книги, на обложке книги есть механизм оборудования. То есть это какой-то механизм например волчка, когда здесь продавливается мясо через решетку, а здесь срезается ножом. То есть уже большой задел вы можете получить по местному производству только лишь прочитав эту книгу. Даже не прочитав, а ознакомившись. А потом возвращаясь, если вам будет интересно именно местное производство, вы сможете возвращаясь многократно в течение следующих курсов и в магистратуру, вы сможете улыбить и расширить свои знания. Этой книге опять же может не быть в вашей библиотеке, а может и быть в зависимости от того, есть у вас местное направление именно технологиями местных продуктов или нет в университете. Я сейчас покажу коротко странички именно с оборудованием. То есть чтобы мы могли посмотреть, чтобы мы могли посмотреть, подробно рассказывается о том, как разделывается тушь. Так, сейчас, сейчас. Вот, например, пневматический пистолет для оглушения свиней. Также свиней оглушают электрическим током. У нас в России чаще электрическим током оглушают. Так, сейчас. да, эта книга безусловно будет больше полезна для технологов, но и для механиков полезно будет с ней ознакомиться. Вот, например, кутер, в котором производится мелкое приведение всех компонентов мяса и сырья к состоянию фарша. То есть мелкая-мелкая нарезка быстро превращающимся очень тонким ножом. Еще одна книга по специальному направлению это «Зерновые завтраки». Также выпущена за рубежом и переведена на русский язык. под редакцией «Фаста» и «Колдуэлла». Про зерновые завтраки я планирую сделать отдельную лекцию. Сейчас мы очень быстро пробежимся по этой книге. Представлены оборудования. Я хочу сделать, я планирую сделать отдельную лекцию именно по сухим завтракам, потому что это моя профессиональная тема. Скорее всего в одну лекцию мы не уложимся и посмотрим более подробно экструзию, более подробно посмотрим, какие там оборудования не экструзионные для производства сухих завтраков и скорее всего я вот эту книгу использую для того, чтобы показать вам как можно больше оборудования для производства зерновых завтраков. Кроме этого есть книги на иностранных языках, это вот на испанском языке, есть на английском языке. Соответственно если вы увлекаетесь, если вы планируете работать за рубежом, то вам будет полезно изучение именно иностранной литературы для понимания того, какая терминология используется в той или иной стране в пищевой промышленности. Также я вам рекомендую чтение статей, которые выходят в научных журналах, входящих в базу данных скопус, там дается очень хороший грамотный технический английский язык, но в основном английский, иногда можно найти испанские статьи, итальянские статьи, французские статьи. Соответственно, вы можете этим воспользоваться. Опять же, выбираете отрасль, если это виноградовство, то, скорее всего, во Франции будет выходить наибольшее количество статей, на языке французском и на английском языке. И потом, соответственно, вы аккумулируете эту информацию, делаете себе конспект и изучаете. На этом у меня все, спасибо за внимание, до новых встреч!